Елена и Фёдор Когда спустя полтора года в семье Костенко родилась вторая дочь Виктория, он решил, что она обязательно продолжит его дело и станет, как отец, стражем порядка. Так и случилось, Вика с детства стремилась быть во всём похожей на отца. Он прощал ей маленькие шалости, а она делала всё для того, чтобы он гордился ею. Блестяще училась, достигала высот в спорте, ей всё удавалось легко. Родилась я на севере, в городе Томске, в семье милиционера и учительницы. Но на самом деле этот город я совсем не помню, потому что мы уехали оттуда, когда мне было год, наверное, 3-4. Мы переехали к бабушке на юг, хотелось тепло, поэтому переехали в Краснодар. Там я уже помню, там и садик я помню, как я ходила. И в первый класс я пошла именно в Краснодаре, там в маленьком таком посёлке. Это была прям деревня-деревня такая. У нас был там свой дом, значит, такая сельская школа была. У меня мама была моей первой учительницей, она повела меня в первый класс. Папа служил там же, но потом, конечно, так как это была маленькая деревня, хотелось чего-то, тем более из большого города, хотелось куда-то в цивилизацию. И во второй класс я помню, что я уже пошла, у нас папа уехал сюда, и полгода, наверное, он здесь обустраивался, чтобы забрать нас. Со второго класса я жила на Кубинке. Там, собственно, я и закончила школу, там и провела время до 18 лет, пока не вышла замуж. Там я и жила. Каждый год я всё равно возвращалась в Краснодар, потому что это вообще была моя такая самая большая традиция. Я в мае уезжала всегда, и в сентябре меня всегда только возвращали туда с дикими слезами. Я безумно люблю это место. Я в школе всегда очень хорошо училась, что в школе, что в институте, то есть оба раза. У меня там троек нету в дипломе, я такая прям... У меня уроки никогда папа не проверял, потому что он знал, что вот у Кати надо проверить, у Вики не надо проверять. У него всегда всё нормально, у меня плохих оценок там... Ну это там единицы вообще, там какие-то мелочи. У меня всегда было с учебой очень хорошо, но с поведением всегда было отвратительно. Я была хулиганкой, я дружила с мальчишками. Мы постоянно что-то где-то творили, родители вызывали в школу. Правда, он особо даже не ходил туда, он знал, что бессмысленно. Мне писали такие всякие интересные замечания в дневнике, вот. Вот, чтобы меня покормили там, потому что мы прогуливали уроки, сбегали кушать куда-нибудь, ещё что-нибудь. В общем, хулиганила я как могла, поведение у меня было, конечно, отвратительное. Но при этом, при всём, была достаточно таким дисциплинированным ребёнком. Всё на нужной грани. Сегодня Виктория Волынкина работает в Межмуниципальном управлении МВД России Одинцовская в пресс-службе. Совсем недавно нашей героине было присвоено звание старшего лейтенанта. Для неё работает и вторая семья. Здесь она не просто проводит большую часть своего времени, коллеги, атмосфера. Всё это создаёт особое настроение и желание работать, двигаться вперёд, вносить свой вклад в общее дело. Даже сейчас разговариваю с коллегами, кто как попал в эту систему. Иногда бывает, общаемся, кто-то случайно, кто-то кого-то предложил, решил попробовать. Сказать, что случайно, это, наверное, совсем неправильно, потому что это не то чтобы мечта. Но я почему-то знала, что я буду именно работать в системе МВД. Может быть, это наложилось, да, то, что у меня папа работал всю жизнь, то есть до пенсии он отработал на разных должностях в этой системе. Дядя у меня до сих пор трудится в этой системе. И, естественно, всё своё детство, когда я себя плохо вела, папа пытался пугать меня тем, что он заберёт меня и, в общем, посадит меня в тюрьму или ещё куда-то. Это мне было совершенно не страшно. Я обожала ходить к нему на работу. В то время это были ещё печатные машинки, все вот эти, вот я помогала там печатать ему эти протоколы, сидела. Мне можно было в школу не ходить, а вот я к папе пойду в отдел. Я знала там абсолютно всех. Я просто всех сотрудников отдела. Естественно, дома, это когда приходил папа домой, это по телевизору были улицы разбитых фонарей, тайны следствия, что-нибудь такое в то время. Я, может быть, так вот этим вот всем воодушевилась, так вот этим вот всем. Мне настолько было это интересно. Мне так нравились вот эти вот мужчины в форме, женщины безумно красивые. Мне казалось, что это так прям здорово, это так вообще прям мне так хотелось в эту систему попасть. Но немножко, может быть, поздновато я в неё попала, так как в институте на третьем курсе я вышла замуж. Я стала мамой замечательного мужчины маленького. Вот. И, соответственно, пока я была в декрете, пока я была дома, я закончила сначала первое, там, высшее. Ребёнок ещё был маленький, мне работать как бы не было большой необходимости. Я пошла дальше учиться. Я закончила второй раз университет. Потом я поработала немножко в институте, то есть на кафедре. Но я всё равно понимала, что это вот не моё. Вот как бы у меня всё получалось, всё как бы. Но вот не то место, куда вот хочется по утрам просыпаться, идти на работу, прям с удовольствием работать до вечера. А так как мы проводим всё-таки, да, большую часть времени на работе, мне кажется, очень важно, чтобы именно получать от этого какое-то удовольствие. А тем более, если есть такая возможность, да, вот выбрать себе профессию по тому, как вот, чтобы нравилось, а не просто там, чтобы зарабатывать. То, конечно, нужно это делать. И я всё-таки решилась, я уволилась. И я, собственно, пошла в отдел кадров нашего Одинцовского управления. Меня замечательно там встретили, меня там ждали. Вот. И да, мне предложили, то есть у меня несколько должностей, но так как и маленький ребёнок, да, обязывал к тому, чтобы всё-таки мне не получится просто сутками напролёт пропадать на работе. А так как всё равно, раз эта система неинтересна, и я прекрасно понимала, какие, чем занимаются. То есть я не шла там вообще в абстракцию какую-то. Я понимала, чем занимается там дознаватель, чем занимается следователь, чем занимается инспектор УДН, что входят в его обязанности. У меня к тому времени некоторые однокурсники работали в этом УВД. Я прекрасно видела и понимала, как кто работает и на что можно рассчитывать. И когда мне предложили должность пресс-секретаря, я решила, что, наверное, это вот как раз то, что я хочу. Это уже прошло, получается, да, 4 года скоро прошло, как я работаю на этой должности. И пока интерес из-за пал не прошёл. Хотя все убеждают, что даже мои коллеги, что у меня это пройдёт, у меня настолько пока вот эта вот там лишняя звёздочка, лишняя там грамота на стенке, она мне вызывает такой шквал эмоций, бурю просто, мне так приятно, мне так здорово. Они на меня так смотрятся посмеивая, ну, на тебя это пройдёт. Но пока вот как-то не прошло. Мне до сих пор все поражаются, почему меня первый год вообще не могли выгнать в отпуск. У меня прошло всё, у меня не отгуленный отпуск, мне говорят, идти отдыхай, и я понимаю, что я не хочу, это целый месяц, мне не надо ходить на работу. А мне настолько... Ну, может быть, ещё на это отразилось, да, то, что и коллектив, то есть безумно приятный, это все потрясающие люди, очень интересные, очень грамотные, с которыми очень приятно работать. Это, то есть налажены такие контакты, такие хорошие, тёплые, а даже во многом дружеские отношения. И ты приходишь, бывают, конечно, там всякие моменты, да, там на работе, и когда там полный завал, и когда там тяжело, или ещё что-то. Но по большей части это что-то такое, да, это вызывает у меня только положительные эмоции. Я с утра без всякого напряга, как говорят, иду на работу с огромным удовольствием. Каждый день что-то хорошее, и я вот не разочаровалась, вот не на секунду в том, что я пошла. Я чувствую себя на своём месте. Мне когда говорят, там может быть что-то другое, может быть ещё что-то, там было предложение, там более денежную работу поменять, да. Но я понимаю, что я не готова, я не хочу этого делать. Меня сейчас абсолютно всё устраивает, моё место, и вот я чувствую, что вот я прям, это место моё. С одной стороны, совсем не хочется менять, да, сферу своей деятельности. Это вот сейчас это непосредственно работа с общественностью, да, с средствами массовой информации и так далее. Но с другой стороны, есть такие у нас как бы определённые, да, определённая должность, определённое звание. То есть вот. И у нас, к сожалению, то есть наш, как говорят, потолок, это капитан. Капитан, естественно, если ты хочешь чего-то большего, там, да, майор, подполковник, полковник, то это нужно будет думать как-то, либо куда-то уходить, то есть, либо что-то как-то менять. Но к тому времени, честно говоря, пока не задумываюсь, потому что всё так быстро меняется в нашей системе, что непонятно, что будет дальше. Пока вот так вот, и, ну, хотелось бы продолжить именно, конечно, в этой сфере. Я надеюсь, что нам всё-таки как-то поднимут звание хотя бы, да, найдут возможность как-то, чтобы продолжить именно в этой сфере работу. Вот. Ну, а там жизнь покажет, как, что будет. Конечно, без поддержки близких тут не обошлось. На первом этапе родители. Отец помогали, верили, что у Виктории всё получится. А сейчас муж и сын вместе радуются победам и достижениям нашей героини. Ведь для них она самая лучшая, самая красивая и самая любимая. Так как я со школы, у меня как-то вот с мальчиком было проще дружить и общаться, ведь с таким я тоже был два лучших друга, вот, с которыми постоянно с первокурсой. Вот мы дружим по сей день, очень близко. И вот у одного из этих друзей был лучший друг, который, ну, не учился с нами, он был постарше. Они на даче там с детства тоже дружили. И, в общем, где-то в интернете он фотографии смотрел, в общем, наткнулся на мою фотографию и моему другу говорит, вот, хочу вот с этой девушкой познакомиться. Он говорит, да нет, нет. Нет, поехали знакомиться. Я только прилетела из Краснодара, он позвонил мне, говорит, это где? Я говорю, только прилетела. А я у тебя. Я говорю, а ты что приехала-то? Вот надо. Я выхожу, стоят они вдвоем, друг и вот его друг. Я тогда еще понятия не имела вообще, что это за человек такой. Он нас познакомил, говорит, вот эта теница, это Вика. Я с ним постояла буквально минут 10, потому что я только прилетела. Я говорю, Тём, я очень рада тебя видеть, но я побежала. Честно говоря, в тот момент я как-то совсем была не настроена на этого молодого человека. И меня даже где-то его напористость смущала там и раздражала где-то. Я думала, у нас ничего не получится. Но вот получилось так, что да, мы решили попробовать. И вот уже больше 10 лет. Простречались полтора года, потом сделаны предложения, свадьба, всё красиво. Потом вот у нас, собственно, родился сын. Но к моей работе он относится... Ну, он не любит мою работу, конечно. Он как-то сдержанно относится, наверное, из уважения ко мне и из уважения к тому, что мне это важно. Он видит, что мне это важно, что мне это нужно, что в этом плане я развиваюсь, что это вот как раз те эмоции, это вот то, что мне необходимо. Мне без этого будет тоже очень тяжело, да, я стараюсь как бы всё это совмещать. Ну, просто его, конечно, где-то не устраивает там, мы работаем и ночью, мы работаем, то есть в разное вообще абсолютно время. И тоже бывают такие периоды, когда в 7 утра я там вернусь домой, я переоденусь, я бегу на работу дальше. То есть и такое было. Его, конечно, это жутко злило. Вот. Или там, я говорю, я сегодня в рейт. Ты когда? Я говорю, ну, в 12 ночи. Ну, понятно. И вот как-то сейчас уже как-то более. Раньше там, если прям ругается, ругается, сейчас уже более лояльно это. Ну, конечно, с пониманием относится и как-то радуется и за мои какие-то успехи. Вот. Вчера у нас было подведение итогов. Мне вручил генерал-майор очередную там почётную грамоту. Вот. Я ему отправила. Он такой, ну, молодец, молодец. Горжусь. Сын такой у меня хулиган, конечно. И характер у него, знаешь, такой вот как у мужа. Тоже он очень такой резкий, наверное, где-то. Вот он прям целиком его копирует. Вот. Но это, конечно, очаровательно. Что-то, ему 6 лет ещё, да? То есть мы ходим в садик, мы вот только пойдём в школу. Вот. Такой мечтатель. Смотря на меня, причём он постоянно ходит со мной на работу. Так же. Потому что у нас такой график. И акции-то с детьми. Он знает по моему управлению. Все знают его, там, приветы ему передают. И он, смотря на меня, всё время говорил, что он хочет стать, когда вырастет, полицейским снайпером. Не знаю, почему снайпером. Но вот какая-то такая у него пока мечта. Эталоном мужчины для нашей героини всегда был отец. Ей было важно именно его мнение и одобрение. Когда она выбирала свою будущую профессию, именно он первый поддержал Вику. Да и сегодня она часто приезжает к родителям и взахлёб рассказывает о рабочих буднях. Он, на самом деле, меня поддерживает. Он не то, чтобы он никак мне не агитировал, то есть, да, к выбору моей профессии. Абсолютно никак не влиял на это. У меня как-то, вот, видать, где-то в голове оно заложилось ещё вот с детства. И он просто, он и не противился, и не прям вот, что да, да. Я когда сказала, хочу, ну, хочешь, значит, иди, раз хочешь. Как бы, нет, до сих пор. И он, как бы, да, он очень тоже радуется, он очень гордится там моими какими-то успехами, там, моими следующими, там, звёздочками и так далее. Постоянно спрашивают, как там дела на службе, он уже на пенсии, да. И все мои семьи, папе, наверное, больше ближе всего все мои истории, все мои рассказы, которые он нам слушает с удовольствием. Если там мама, муж, там, они как-то не сильно понимают, что там я имею в виду, то, да, он через всё это проходил, и как-то вот мне с ним на эти темы проще намного общаться. Вот, нет, он тоже очень гордится мной и поддерживает меня. Наша героиня счастливая женщина, у неё прекрасная семья, любящий муж. Подрастает сын, гордость мамы. Виктория Волынкина, старший лейтенант межмуниципального управления МВД России Одинцовская, она каждый день спешит на работу, а вечером домой. Ведь дома ждут родные и любимые люди. Если в плане работы, да, то, конечно, там в будущем это хочется, безусловно. То есть для меня это важно, для меня это, я к этому буду стремиться, чтобы это были большие звезды, чтобы это был, ну, хотя бы какой-то там руководящий состав, да. Но этого хочет какой, да, лейтенант, где хочет стать генералом. Ну, конечно, хочется как можно больше, как можно выше. Буду стараться, буду работать, буду стремиться. А там как жизнь сложится, как получится. Да, если в плане, там, семьи какие-то свои планы, да, то, конечно, это очень тоже для женщины, наверное, это самая важная часть, да, жизни, это семья, то есть работа это всё-таки на второй план, уходит. То, конечно, хочется самое главное, честно, банального здоровья. Для своих детей хочется, хочется маленькую дочку ещё в будущем обязательно. Вот, а сейчас-то, конечно, здоровье, это благополучие, это хочется, чтобы все близкие, да, как можно больше были с нами рядом, хочется, чтобы у них всё было хорошо. Сто процентов я счастливый человек, потому что, в первую очередь, у меня есть семья, да, у меня есть муж, у меня есть сын, у меня есть для жизни, как сейчас говорят, да, всё необходимое. То есть у меня есть любимая работа. Ну, если прямо совсем грубо говорить, да, то, в принципе, у меня есть всё, о чём можно было мечтать, там, я в свои лет 15, да, о том, что там к 30 годам у меня будет муж, семья, там, своя квартира, своя машина, то на самом деле, вот, посмотря в свои те мечты, я понимаю, что сейчас у меня всё это есть, я счастливый человек. Конечно, бывают всякие периоды, да, в жизни, и какие-то счастливые моменты, и какие-то грустные моменты, да, и когда тяжело, и когда руки опускаются. Ну, всякое бывает, связано это с разными ситуациями, там, и в жизни, и на работе, и по-всякому абсолютно. Очень важно, чтобы были рядом люди, которые тебя понимают, которые тебя поддерживают. Но я ещё сама по себе такой вот крайне позитивный, ненормальный даже, наверное, как мне говорят, позитивный человек, потому что, чтобы у меня было плохое настроение, это я вообще не знаю, что должно произойти. Это крайне редко, и у меня даже все, я прихожу на работу, если там с утра я не смеюсь, то все начинают переживать, что-то произошло прям такое глобальное. Потому что я как бы стараюсь везде искать какие-то свои плюсы, я стараюсь долго там, даже если совсем тяжело, я там не ухожу в депрессию, там, я не, слава богу, не бывает такого. Я как-то быстро беру себя в руки, собираюсь и стараюсь всё это, чтобы побыстрее прошло. И, ну, кажется, поддержка близких самое главное. И, ну, кажется, поддержка близких.